Дорогие мои друзья, здравствуйте! Посмотрите, в каком живописном месте я нахожусь. Вот тут вот. Камыши. Ну, я не знаю, как они правильно называют. Называются, раньше назывались камышами. А потом выяснилось, что камыши это совсем другое растение. А вот здесь сейчас прыгала рыба огромная. Может, карп. Ну, что такое огромное выпрыгнуло? Я не успела заметить. Друзья мои, я нахожусь в Бирюлёво. Вот в таком живописном месте. Живу я здесь уже третий день. У дочки они уехали отдыхать, а я с котиком. Мне здесь очень нравится, дорогие мои друзья. Тихо, спокойно, единственная инфраструктура. То есть магазины не очень близко находятся. Поэтому, как бы, немножко напряжно. Но, тем не менее, в принципе, покушать всегда можно найти. Я вчера сходила в Пятёрочку. Вот она как раз-таки впереди. На той стороне пруда. Находится на том берегу пруда. И я принесла оттуда для себя продукты. Тут ещё оставались, конечно же, у детей продукты. Они мне оставили покушать. Вкусно приготовили. Котик такой замечательный. Я его снимать не буду, дорогие мои друзья. Потому что мне не хочется. Он редкой породы, забавный такой. Такая прелесть. И, в общем-то, как бы, ну, не хочется мне. Место, конечно, замечательное. Здесь, с правой стороны, Герцинский парк. Сейчас он, по-моему, на реконструкции. А может, уже открыли. Ну, вот попозже я, может быть, схожу не сегодня, а в следующий раз я схожу туда. Там тоже интересные очень пруды, красивые. Вообще, этот район называется Загорье. Здесь такие горы. Ну, да, горы. А что делать? Холмы, прямо скажем. Купаться, конечно, здесь нельзя. Но на шашлыки люди приходят. И так же и в Герцинский парк. Если туда сейчас можно будет прийти, потому что его облагораживают. Но вообще, конечно, очень здорово. Прям вышел и на природу. Вышел из подъезда и на природу. И вот по таким вот деревянным тротуарам. Вообще круто. Кстати говоря, вот мы когда с мамой по лесу гуляли, я не так уставала, как мы гуляли по асфальту. По асфальту почему-то вот ноги болят. А по земле, по снегу ходить и вот по дереву одно удовольствие. Могу гулять бесконечно. О, какая-то речка впадает. Ручеек. Ручеек. Правильнее будет сказать. Здесь еще, видимо, рыбалка неплохая. Ну, правильно, я же видела рыбу плещется. Уточек здесь много. Мы с дочкой в ноябре гуляли здесь. Позапрошлого года. Или прошлого. Я уже точно позапрошлого. То было очень много уточек. Позапрошлого года. Вообще, как ни странно, я иду, народа мало. А вообще здесь очень много гуляет народа. Пожилых очень много. Пенсионеров гуляет. Тут рядом школа. Вот она, школа. И я вчера шла днем. Дети здесь какой-то урок проводили. Естествознание, наверное, если такой существует. Посмотрите, середина практически сентября. У нас еще все зеленое. Все как в дикой природе. Вот такое поваленное дерево. Вот такие ивы над водой. Но тем не менее облагорожено, что радует. Но вдалеке храм виднеется. И там чуть-чуть правее от храма пятерочка, в которую я ходила за продуктами вчера. Кстати сказать, что очень чистая пятерочка, аккуратная. Работают, видимо, я так поняла, местное население. Дорогие мои друзья, мне там понравилось. Я взяла там, как их называют, апельсины. Если у нас пятерочки, да и не только у нас, а вообще во многих, где я видела, нужно выбирать, прям выбирать нужно для того, чтобы купить приличные апельсины. Здесь же я взяла четыре штуки и выбирать не пришлось. Они все в отличном состоянии. Поэтому мне понравилось очень. Котя пришел на рыбалку. И голубь поджидает чего-то. А, женщина идет кормить голубей. Вот такая здесь красота. А вот между деревьев видна пятерочка. И главное, тишина. Тихо. Не слышно шума машин особого. Хотя, в принципе, здесь недалеко МКАД. Вот на верхних этажах, мне на 17-м, очень хорошо слышно. Вот женщина покормила голубей. Они слетелись все. Такие чистенькие, ухоженные. Тут, видимо, есть домашняя, может, где-то рядом голубятня есть. Потому что, вот, беленькие, это чувствуется, что они домашние голуби. Ну, из питомника, во всяком случае. Кое-где уже листва начинают желтеть. И на землю падать. Вот, посмотрите. А здесь вот точно, как в лесу. Здесь когда-то была кропинка. Но ее уже нет. Я не знаю, для чего вот это и сделали. Наверное, просто, чтобы люди могли отдохнуть. О, такое дерево. Огромное. Тут заросли. Я так думаю, что в детстве, в свое время, здесь очень много было построено шалашей. Мы бы точно построили. Вот такой у нас сегодня закат. ТЭЦ очень эффектно смотрится на фоне заката. Круто, конечно. Вот такое живописное место, где я сейчас временно проживаю. Я уже говорила о дочке. Ну, и завтра я намерена сходить в Дендропарк. Ни разу там не была. Не представляю, как туда идти. Но вот представляю, что он именно в той стороне. С левой стороны там очень много зеленых насаждений. Поэтому, друзья мои, я больше чем уверена, что это там. Кстати, там очень красиво цветет сакура. Целая аллея весной. И там очень много. Кленовая аллея. Ну, в общем, интересный очень парк. Поэтому я обязательно завтра схожу. Ну, вот и все, дорогие мои друзья. Попрощаюсь с вами до следующего видео. Пожелаю всем здоровья, всем добра. Ну, и, конечно же, мирного неба над головой. Пока-пока.